Текстовые задачи Да еще полстолько Да еще четверть столько Да еще ты и гусь Вот тогда нас было бы 100 Сколько же гусей было в стае? Ну давайте разбираться в этом страшном тексте Во-первых, нас спрашивают, сколько гусей было в стае Вот давайте скажем, пусть х Это количество гусей в этой самой стае Тогда что они говорят? Если бы нас было столько х Да еще столько плюс х Да еще полстолько Одна вторая х Да еще четверть столько плюс одна четвертая х Да еще ты и гусь Плюс один То нас получилось бы 100 Равно 100 Вот мы и составили уравнение Итак, х плюс х плюс одна вторая х Плюс одна четвертая х Плюс один равно 100 Все, теперь задача отошла на второй план На первом плане уравнения Приводим подобное Значит, у меня есть один х Еще один х Еще половинка Еще четвертинка Если х вынесите за скобки Да, в скобках как раз и будет Один плюс один плюс одна вторая Плюс одна четвертая Ну а в правую часть перекину единицу Останется 99 Дальше приводим, да Один плюс один это два Плюс одна вторая Это две целых одна вторая И плюс еще одна четвертая Одна вторая это две четвертых Плюс одна четвертая Три четвертых Значит, две целых три четверти х равно 99. Стало быть, х — это 99. Разделить, а дальше давайте 2,75 переведем в неправильную дробь. Это что такое у нас будет? 2х4,8 плюс 3 — 11 четвертых. Значит, 99 делим на 11 четвертых или, что то же самое, умножаем на 4,11 переворачиваем. Значит, если 99 и 11 мы сократим, у нас получается 9 и 4, х равно 36. Стало быть, ответ в 100 — 36 гусей. Задача вторая. Пифагора спросили, сколько у него учеников. Он ответил, половина моих учеников изучает математику, четверть исследует тайны природы, седьмая часть упражняет силу духа. Кроме них есть еще три юноши, из коих Теон самый способный. Вопрос. Сколько было учеников у Пифагора? Но здесь сразу стоит оговориться, что эта задача может кому-то показаться, и вполне разумно, не совсем корректной, потому что нигде не сказано, пересекаются ли те множества, о которых говорил Пифагор. То есть, может быть, вот та половина, которая изучает математику, кто-то из них еще и входит в ту четверть, которая исследует тайны природы, допустим. На самом же деле имеется в виду, что вот половина изучает математику, как бы и только ее, четверть изучает тайны природы, и среди них никто не изучал математику, да? Да? Седьмая часть упражняется в силе духа, но и есть еще трое. Таким образом, мы можем составить следующее уравнение. Значит, пусть Х — это общее количество учеников у Пифагора. Тогда этот самый Х складывается из кого? Из одной второй Х — это те, кто занимается математикой, то есть молодцы, как вы понимаете. Из одной четвертой Х, которые исследуют тайны природы. Ну, не такие молодцы, но тоже ничего. Из одной седьмой Х — это те, которые упражняются в силе духа. И из трех оставшихся учеников, из коих Теон самый способный. Не знаю, как вас, меня всегда интересовало, зачем в этой задаче что-то сказано про Теона. Видимо, Пифагор хотел разрекламировать своего самого способного ученика. Получили уравнение. Х пополам плюс Х на 4 плюс Х на 7 плюс 3 равно Х. Но, честно говоря, мне совершенно неохота, как в прошлом примере, возиться вот с этими дробями, что-то там смешанные числа, переводить, потом делить, переворачивать. Столько проблем. Давайте лучше домножим на НОК всех знаменателей и будем решать задачу в целых числах. Какое здесь НОК у числа 2, 4 и 7? Ну, конечно, 28. 4х7 делится и на 2 тоже. Значит, домножаем левую и правую часть на 28. Получаем в первом случае дополнительный множить 14. Значит, будет 14х. Во втором случае была четверка, значит, не хватает 7 плюс 7х. В третьем случае четверки плюс 4х. А дальше не забываем и 3х умножить на 28. Трижды 28, 3 на 20 это 60, плюс трижды 8, 24. Итого 84 равно 28х. Конечно, здесь уместнее все иксы перекинуть направо, чтобы у нас не получалось отрицательных чисел. А 84 я просто оставлю слева. Будет 84 равно 28х минус 14х минус 7х минус 4х. Считаем, сколько х у меня всего справа. 28 минус 14 это 14. Минус 7 получается 7. И минус 4 получается 3. Значит, 3х равно 84. Отсюда х это 84 делить на 3. Ну, вспомним, 84 откуда мы получили-то? А мы умножали 3 на 28. Значит, если теперь я разделю это на 3, как раз и останется 28. Итого, у Пифагора было 28 учеников. Наконец, третий пример. Это пример из самого древнего, сохранившегося в наши дни учебника математики, который был в нашей стране, в России. Это учебник Магнитского, и выпущен он в 18 веке. И вот, смотрите, задача оттуда. Постоялец гостиницы обвинил слугу в краже всех его денег. Смекалистый слуга сказал так. Это правда. Я украл все, что он имел. Тогда слугу спросили о сумме украденных денег. И он ответил. Если к украденной мною сумме прибавить еще 10 рублей, то получится мое годовое жалование. А если к сумме его денег прибавить 20 рублей, то получится вдвое больше моего годового жалования. Вопрос. Сколько денег имел постоялец и сколько рублей в год получал слуга? Ну, опять же, сразу оговоримся, что в этой задаче, конечно, не сказано, а кто из них говорит правду, кто там врет. Поэтому будем предполагать, что слуга все время говорил правду. Что действительно он украл все деньги, которые имел тот постоялец. И действительно все, что дальше сказано, да, тоже истинно. Давайте теперь введем какую-то переменную и запишем уравнение относительно нее. Ну что ж, пусть х – это сумма всех денег, которые имел постоялец. Тогда из первой части сказанной слугой вспомните, да, если к украденной сумме, то есть к ху, прибавить 10, то получится мое годовое жалование. Значит, годовое жалование слуги х плюс 10. С другой стороны, если к его сумме прибавить 20 рублей, то есть х плюс 20, получится удвоенное годовое жалование слуги. То есть 2 умножить на х плюс 10. Вот мы и получаем уравнение. Как видите, мы опять же одну и ту же величину, то есть вот это вот удвоенное годовое жалование, посчитали с двух разных сторон. И получаем уравнение, еще раз говорю, х плюс 20 равно 2 умножить на в скобках х плюс 10. Раскрываем скобки. Получаем, что 2х плюс 20 равно х плюс 20. Теперь если х собрать с одной стороны, а числа с другой, у нас получится 2х минус х равно 20 минус 20. Или х равно нулю. То есть что же это получается? Получается, что если поверить слуге, то у постояльца было 0 рублей. Именно поэтому мы теперь понимаем, почему слуга такой смекалистый и почему он так быстро признался, что он все украл. Потому что украл он 0 рублей, как получается из задачи. Ну а годовое жалование у него на 10 рублей больше, то есть 10 рублей. Значит ответ, слуга получал 10 рублей в год, а у постояльца денег не было. Давайте подведем итоги нашего урока. Сегодня мы выяснили, что и Александр Сергеевич Пушкин, и многие его современники, и даже те, кто жили до него, решали, в общем, примерно такие же задачи, как мы решаем сейчас, только букв в них было очень много. Тем не менее, суть от этого не поменялась. Все равно то, что спрашивают, мы берем за х, все равно составляем уравнение с этой переменной х, решаем и записываем ответ. На этом наш урок окончен. До новых встреч! Продолжение следует...